Менструация Менструация это наиболее яркое отражение циклических процессов, которые происходят в женском организме, направленных на достижение беременности, на подготовку к предстоящей беременности. Месячные это такой не очень красивый кухонный термин, в медицине мы таким словом не пользуемся, это все-таки менструация. Первая менструация начинается в минархе, называется минархе, и обычно происходит в возрасте где-то от 12 до 15-16 лет. Далее устанавливается либо сразу, либо в течение какого-то времени менструальный цикл, у которого есть несколько характеристик. Во-первых, это продолжительность цикла, это время от первого дня одной менструации до первого дня следующей менструации. Это может быть от 21 до 35 дней, и колебания у каждой женщины могут быть где-то в пределах 3-5 тысяч дней, и это нормально. Также мы описываем само менструальное кровотечение, также обращаем внимание на длительность, это где-то до 7 дней в норме, и на болезненность, на характер выделений, насколько они обильные. И цикл, еще раз повторяю, должен быть регулярным. Во время менструации многие женщины испытывают какие-то неприятные ощущения, болезненные ощущения и так далее. Отчасти это может быть объяснимо общностью иннервации, то есть это так называемая отраженная боль, то есть кажется, что болит спина и так далее. Тянущие ощущения внизу живота тоже отчасти объяснимо, потому что матка сокращается. В любом случае, какие бы ни были ощущения, если у нас есть какая-то боль, дискомфорт, утерпеть это состояние не нужно. И если это действительно снижает качество жизни, то с этим у меня нет смысла обращаться к врачу. Используются различные препараты для того, чтобы оккупировать этот болевой синдром, это дискомфорт, это и оральные контрацептивы, и, собственно, анальгетики. Характер менструального цикла может меняться в течение жизни, и зачастую это связано с какими-то вмешательствами, да, это там беременности, роды, аборты, какие-то операции, внутримаченные манипуляции и так далее. Да, это может быть объяснимо, да, но в то же время, когда мы понимаем, что менструация слишком обильная, слишком болезненная и нерегулярная, да, и это влияет на наше качество жизни, это имеет смысл обращаться к врачу. Да, то есть пациентка не должна сама понимать, норма у нее или нет, да, и в нормальном обществе, с нормальной культурой, с внимательным отношением к себе, медицина, она должна предотвращать развитие болезней, да, и диагностировать их на ранней стадии, а не в каких-то там тяжелых запущенных случаях. Менструация — это такое дело, да, когда, в общем, каким бы методом, да, каким бы средством гигиены мы не пользуемся, да, прокладки, тампоны, там, чаши, которые появились относительно недавно, по крайней мере, на российском рынке, да, да, что бы это ни было, оценить как-то в миллилитрах, да, в граммах это сложно, поэтому обильная, не обильная — это может быть достаточно субъективная оценка, вот, в то же время, да, есть понятие, что, да, со сгустками, да, это такой не очень хороший прогностический признак, да, часто необходимо сменять прокладки, да, каждые, там, полчаса, каждый час, нарушение общего состояния, головокружение, слабость, падение гемоглобина, да, и это все признаки, которые могут говорить о том, что это состояние для пациентки ненормально, да, особенно если, там, до какого-то момента месячные не доставляли таких беспокойств, да, но с определенного периода, может быть, там, внезапно, да, либо постепенно появились такие жалобы, это, в том числе, может быть, симптомы варианта заболевания, это и гиперплазия эндометрия, и миома матки, да, и если что-то беспокоит, то обязательно, конечно, нужно идти к врачу. Если коротко, то да, вот, но будут небольшие оговорки, во-первых, спорно достаточно с эстетической точки зрения, но здесь на вкус и цвет все фломастеры разные, и это вопрос только между двумя людьми, которые решают, заниматься этим или нет, о чем нужно помнить, да, в этот момент шейка матки раскрыта, и практически у нас в полости матки имеется достаточно большая раневая поверхность, да, то есть пациентка, да, не пациентка еще, женщина очень уязвима перед любыми инфекциями, да, и здесь речь идет не только вот строго, да, инфекции, передающиеся половым путем, да, но попадание любой флоры, в том числе условно-патогенной в полость матки, может быть связано с какими-то проблемами в последующем, поэтому, да, сексом заниматься можно, но важно соблюдать гигиену. Как минимум, до и после должен быть душ. Да, календарный метод предохранения от беременности вообще является одним из самых, на мой взгляд, да, неточных, и поскольку вероятность ошибки здесь очень высока, я его категорически не рекомендую. Заберемить во время инструации можно, конечно, вероятность не так высока, как в середине цикла, да, но если, например, представить какую-то гипотетическую ситуацию, что у пациентки достаточно короткий менструальный цикл, да, тот же самый 21, например, день, да, и выделение достаточно длительное, да, по крайней мере, там, до недели, да, то, в общем, овуляция может произойти тогда, когда еще есть какие-то остаточные выделения, да, и беременность возможна. Нет, конечно, какого-то постельного режима строгого ограничения физической нагрузки нет, можно, там, испытывать те физические нагрузки, которые для данной конкретной девушки, да, для этого конкретного организма привычны, да, то есть тут сложно сказать что-то универсальное, да, кому-то 10 килограмм поднять это тяжело, а кто-то приходит и каждый день поднимает штангу 25 килограмм, да, да, а кто-то поднимает ребенка каждый день дома, поэтому можно делать то, что вы делаете обычно, главная задача здесь не переутомляться, да, то есть если какие-то, какая-то физическая активность связана здесь с комфортом, с очевидным усилением выделений, с болью, да, то этого делать не нужно. Если никакими неприятными ощущениями это не сопровождается, значит, все окей. Девушка может быть беременна, у девушки может быть небеременна, и это может быть связано еще со 155 различными причинами. Диагностика беременности – это отдельная большая тема, мы о ней тоже в скором времени обязательно поговорим, да, в общем, в любом случае, если есть какое-то нарушение цикла, и мы исключаем беременность, это в том числе один из поводов, опять-таки, для того, чтобы прийти к врачу и обсудить эту проблему. Глобально скорее, да, естественно, что там, например, там, пиляться зону бикини, да, это просто не очень комфортно и для клиента, да, и для специалиста, да, а так, там, массаж какой-то, уход за собой, косметика – это все возможно. Это мифы такие из серии, что во время беременности нельзя стричь волосы. Практика показывает, что можно.